Пссс! Чё как? Хочешь послушать про Версус Окси и Гнойного? Ага, я могу рассказать. Это блог Хованского, ты только это самое. Лайк поставь, сейчас я за пивком схожу и приступим. Я не столько хотел поговорить о самом баттле, хотя и о нём нужно будет поговорить, сколько о сливах, которые царили буквально на этом мероприятии, о фанатах Гнойного, со слова, так сказать, вот этой компании, о проходках на мероприятии, в общем, такие организационные моменты. Я, короче, в кои-то веки не смог провести своих кривишей, потому что входные, ну, количество входных мест было строго ограничено, никому не дали плюсов, типа, даже Николай Соболев не попал на мероприятие. А, вот, типа, и, ну, это было очень обидно, потому что мои друганы, типа, ходили на всякие другие Версусы, на Версусы Махмуда какого-нибудь или этого, и они очень долго ждали этого мероприятия, и в результате, типа, нет, скажем, очень строго, очень строго. И я, короче, как пришёл, стою в очереди, Версус, очередь длиннющая, там, по спискам проверяют, что-то там вычёркивают, и чувак на слово просто там вот, ну, все заходят, как мне кажется. Ему даже замечания сделали, типа, ты что всех пропускаешь? Он такой, да я же пропускаю только тех, кого знаю, вот ты иди, ты иди, ты иди. Ну и, конечно, при, блядь, таком, я не знаю, порядке прохода, которого даже на хуёвых баттлах в семнашке нет, типа, кто угодно насливал что угодно. На видео даже видно, вот если вы смотрите Версус, что кто-то стоит и просто снимает. Я, типа, не говорю, что с Версуса никто не сливал, результаты были, слиты результаты с печатью Версуса, чувак, но тут хотя бы можно было идентифицировать по фотографии, которую он приложил, типа, чья это рука, кому ставили эту печать, и больше этого человека никогда не пускать на мероприятие. А здесь, когда вот такие сливы идут из огромной толпы, совершенно непонятно, что делать. Я думаю, что даже если это и завсегдаты, слово, то их не то, что не накажут, а вообще ничего не сделают за... такой катастрофический, блядь, слив, по сути. Люди просто снимают, такого нахуй не было. В прошлый раз только Live News вроде слило результаты батла. В этот раз все, нахуй, Медуза, блядь, паблики, твиттеры, все, все так говорили, как будто это, ну, само собой разумеющееся. И я охуел. И я также охуел от поведения зрителей слова, которые были в зале. Потому что вот Оксимирон, я видел в Инстаграме, или в Твиттере, не помню где, писал, что вот никакой поддержки не было со стороны тех, кто пришел вот отверститься. Тогда как чуваки со слова постоянно орали, гнойный, гнойный типа, и поддерживали его. Но эти чуваки вообще орали, блядь, без перерыва. Разговаривали. Вот рядом со мной прям стояло две бабищи со слова. И они не переставай обазарили. Вот несколько баттлов. И уж в какой-то момент я был вынужден сделать им замечание. Вы представляете, я, блядь, свою жизнь проживаю так, чтобы не быть гандоном, который делает замечание, типа старпер такой. Но, блядь, просто стоят две телки, там что-нибудь Мирон панчит, договаривает панч, там типа, пауза. И в эту паузу они там такие, ой, сейчас бы панчить про вот эту вот хуйню в 2К17. И прям громко. Я не знаю, на записи этого не слышно, наверное, потому что, ну, петлички, блядь, типа, все такое. Там звукорежиссер нормальный на версии. Но, блядь, вот просто постоянно вся толпа, она не то, что кричала, гнойный, гнойный, она не в попа торала, разговаривала, смеялась, выкрикивала, нахуй. Вот, ну, просто у меня очень негативное впечатление осталось. Люди постоянно перелезали в вип-зону огороженную. На версусе, вот, в 17.03, на моей памяти это удалось только пьяному другу хип-хопа одинокой старухе, блядь. А тут просто совершенно, ну, как, люди просто лезли. В итоге, даже, блядь, батя не стоял в первом ряду, весь первый ряд забили просто наглые зрители слова, которые воткнулись. И что с ними сделаешь? Что, рамсить, отодвигать? Никого не уважают, ничего нет, шумят, разговаривают. Не знаю. Может, конечно, и с версусы кто-то вел себя неадекватно, но, блядь, уж насколько были проверенные списки, нахуй, что даже моих друганов не пустишь. Да Николая Соболева! Кто мог шуметь, если уж даже Николая Соболева не пустили? В общем, довольно неприятные впечатления именно о вот таком совместном мероприятии. Мне все-таки больше нравится сходить на чисто версусы, где все свои, где никто не сливает результат, не орет, не гогочит во время панча. Максимус строит дебильные лица в камеру. В общем, пока был на батле, стал счастливым обладателем очков Гуччи. На видео вы можете видеть, как гнойный их выбрасывает и попадает в какую-то телку. Многие могут подумать, но, наверное, она их и забрала. Нет, их забрал чувак, который стоял позади, потому что его отодвинули люди со слова, пролезшие вперед, и стоял именно в том месте, в то время, когда туда грохнули все эти очки. Мне потом кореша сказали, что гнойный собирал на них то ли 30, то ли 40 тысяч на стриме, что они типа фирменные, брендовые. Но я, честно говоря, вот, ну не знаю, не хочу никого обвинять в наебе, но на 40 тысяч они не выглядят. Уж тут либо гнойный наебывает, либо, что гораздо более вероятно, наебывает Гуччи. Я не знаю, что это за чел, но, блядь, очки у него дорогущие, а выглядят, не знаю, даже похуже моих, которые я в шаверном патруле покупал. Но все равно просто смиритесь с фактом, что они у меня есть. Я ушел с батла не с пустыми руками. Жалко, еще Оксимирон не выбрасывал что-нибудь, например, пиздатые тексты для моих треков. Кстати, в батле Мирон в очередной раз зафорсил тему, что мне пишет Гострайтер с Фрэшблада, Рекиев, очевидно, потому что никто со мной больше не общается и не здоровается даже толком. Ну, не ёпта, не Райт Раунд же мне все написал. И вот, что меня поражает во всей этой теме с Гострайтерством. Меня обвиняют в том, что у меня есть Гострайтер только тогда, когда у меня что-то хорошее появляется. Вот вышел Клепак с Дружко. Я что-то там ни одного обвинения, блядь, в Гострайтерстве не видел. В чем прикол-то, блядь? Все эти треки, начиная от Мэнн Блок и заканчивая, блядь, да, выступлением против Ларина на Версисе. Это же, блядь, абсолютно одинаковый стиль, да там даже шутки одинаковые, блядь, все про Ларина, про Ларина, блядь. И какой-нибудь нахуй Ларин смотрит и говорит, это писали разные люди. Нет, это все писал я. Может быть, в разных душевных состояниях. Но если Оксимирону, Ларину, кому бы то ни было, может быть, самому Рикки Эф нравится говорить, что это Рикки Эф, то давайте тогда ответственность за хуевые треки перенесем на Рикки Эф. Я требую писать не Хованский скатился, вернитесь под клип с Дружко, удалите свой прошлый коммент, заберите дизлайк, поставьте лайк и въебите дизлайк кому-то, кто вот за это ответственен. Идите к Рике, возмущайтесь, почему скатился, пишите Мирону, почему ты перестал писать тексты Хованскому, как же, мы же все знали, что ты написал тот самый Версис, а потом ему писал Рике Эф, а теперь он пишет сам, потому что у него плохо. В общем, нехорошо, нехорошо. Не понравилось мне это со стороны Оксимирона, но с другой стороны это Оксимирон. Как он говорит, так, наверное, и есть в русском рэпе. Раз сказал, знаешь, там, Хованский пидор, я такой, ну, наверное, пидор, получается, что так. Но в целом я не знаю, я ни за кого не болел, особо, потому что Оксимирон меня не простил, а гнойный породил Замая в какой-то мере. Да ладно, чё вы, я люблю Замая. Но, типа, батл был мощный, тут ничего такого не скажешь. По всем ощущениям, типа, оправдывает то, что долго ждали, хотя, конечно, неожиданный результат, 5-0, но тут вообще, 5-0, может быть, это просто какая-то техническая, знаете, дисквалификация за то, что Мирон постоянно трогал своего оппонента, вот этого я понять не могу, типа, это же, ну, ни на каких баттлах, ни в какой вселенной не считается нормальным, когда ты вот так вот, типа, прям, хватаешь чувака, вот так делаешь, ну, понятно, что кто-то так делает, да, может быть, Димаста, ну, можно, да, он Димаста, кто, кто скажет, Димасте, типа, прекрати, не трогай меня, ну, типа, просто очень странно смотрелось это раскачивание, удары плечом в Гнойну, а Гнойный успешно отыгрывал вот такого охуевающего чувака, он просто стоял, когда это происходило, и такой, типа, чё, чё за хуйня, чё за хуйня, и вот этот вот, как мне кажется, именно саркастичный настрой, он и обеспечил победу, не то, что вот, сейчас пишут, конечно, обесценивать можно всё, что угодно, типа, это проще простого, постмодернизм, ну, на самом-то деле, это, во-первых, не так просто, а во-вторых, ну, это достаточно круто, большинство художественной литературы, которую я люблю, перечитывает постмодернизм, типа, ну, я не знаю, я что, глупее тех людей, которые перечитывают «Войну и мир», мне одного раза хватило, по-моему, полная хуйня, ну, типа, я понимаю, что без мата, без вот такой грязи, это, конечно, круто, но, это всё-таки батл, блядь, вот, блядь, так приходить, там, без мата, вот это вот, пафосный читать, так может, «Райт Раунд», и то он проебал, типа, ну, в конце-то концов, это, блядь, был главный батл, нужно было пизда, залупа, хени, ну, блядь, вы понимаете, типа, такая хуйня, наоборот, каким-то фастфлоу, типа, ну, что-нибудь такое, блядь, это, ну, это моё мнение, я не знаю, конечно, я, блядь, что буду, Оксимирону учить, нахуй, ёпта, я, совершенно, но, но мне кажется, что он мог бы победить, вообще, как бы, без особых проблем, он проявлялся, как, достаточно сильный батлэмси, хотя, и не такой, регулярно батлящийся, как гнойный, но все шансы были, то есть, это, как бы, самому себе заданная планка, которая и ограничила, в итоге, прыжок к небесам, не знаю, как эту метафору закончить, в общем, батл охуенный, если ещё не смотрели, обязательно посмотрите, даю этому батлу, второе место, в рейтинге батлэмси, после, конечно же, моего батла с Ларином, не забывайте поставить лайк, если вам нравится такая вот, соляночка, из историй, если хотите чаще её видеть на канале, подписывайтесь на него, кстати, да, вконтакте на меня, подписывайтесь, там, тоже много чего крутого, вот, мое шоу с Дмитрием Маликовым вышло, на стене у меня лежит, ну, в общем, чё я тут забалтываю вас, давайте, всем удачи, в Versus! Субтитры сделал DimaTorzok